Доброго времени суток, уважаемые любители шахматы, с вами Шахматный Феникс и ваш любимый шахматный дуэт, который анонсирует новую новую рубрику, что ли, я не знаю, как её назвать. Ну, а, собственно, подробности все вы услышите от Никиты Петрова. Да, сначала я уточню, что ты, Кирилл, использовал зарегистрированный товарный знак. Какой? Одега Саламахи и Дима Анисимова. Ну, он дуэт. Дуэт раньше были они, а мы всегда были ночным дуэтом. Ночной дуэт, да. Извиняюсь. Да, но не суть. Дело в том, что у Кирилла сегодня по той или иной причине появилась идея создать новую рубрику в нашей группе. Суть ее сводится к тому, что мы ищем желающих играть в шахматы друг против друга в нашей группе, но с небольшими оговорками. Во-первых, собственно, наш ночной дуэт будет записывать то, как это все происходит. Да, это определенно. И вторая особенность, то, что начальная стартовая позиция, будет в каждой партии серьезно отличаться от той, которой большинство привыкли. То есть подробностей на тему того, какие будут стартовые позиции, мы разглашать не будем. Мы, может быть, мы сможем показать сейчас одну, какую-нибудь одну из тех позиций, которые мы уже заготовили, чтобы люди хотя бы имели хоть какое-то представление, о чем пойдет речь. Ну, я не знаю, это в первую очередь от тебя зависит. Ну ладно, так и быть. Покажу какую-нибудь одну из, ну и пускай это будет позиция номер, ну, 3. А это позиция с тремя ладьями, h1, h2, h3. И крутым королем на g8, и могучим конем на h8. Ты помнишь эту позицию? Да, я прекрасно ее помню, но основная характеристика всех наших позиций, которые мы выбрали для этой рубрики, то, что, несмотря на то, что они выглядят очень странно, движок ценивает их либо как полное равенство, либо как приблизительное равенство. Ну и, собственно, борьба на три результата. Это основное, наверное, качество или основное свойство этих позиций. То есть мы все приравниваем к тому, что мы ждем от людей, которые будут играть. Ждем не соглашений на ничью четвертым ходом, а, собственно, битв, идей, креативного подхода к творчеству и так далее. Конечно, касательно вот этого момента, у меня есть практически всегда одна серьезная оговорка, что в обычной стартовой позиции у нас тоже борьба на три результата. Тоже крайне редко встречается соглашение на ничью на четвертом ходу. Нет, ну... Ну ладно, в конце концов надо разнообразить. Да, собственно, вот вы увидели позицию, примерно представляете, о чем будет идти, о чем будет вестись речь в этих матчах. Ну и, собственно, наверное, мы не до конца продумали систему проведения, может быть, устроить небольшой турнирчик. Ну, в общем, желающие поучаствовать в рубрике просто пишут о своем, собственно, желании в ней поучаствовать, в соответствующем обсуждении в группе. А наш ночной дуэт, в принципе, уже подбирает пары, примерно равные, по нашему мнению, по силе, стыкует их, назначает расписание, оговаривает его с участниками, и мы, собственно, записываем видео обыграть в шахматы. Вот такое вот странное подобие шахматы. Да, и забыли мы сказать о том, сколько... ну, как будет проходить этот матч, собственно, как будет вестись жребьевка, ну и так далее. Мы отберем двух игроков, и перед ними будет пять стартовых позиций. Ну, подбрасывая Орел и Решка, мы определяем того игрока, кто будет первым выбирать, какую позицию он хочет играть и каким цветом. Во всех позициях первый ход делают белые. То есть, например, если вот позицию перед вами, вы наблюдаете позицию, если вам нравится игра за черных, и вы играете в матч, вы можете, если при определенном раскладе, вы можете просто выбрать там позицию номер, там, допустим, 3, я хочу играть эту позицию черным цветом, и так далее. Перед вами будет пять позиций, следовательно, игрок, которому повезет в Орел и Решка чуть меньше, будет выбирать последнюю позицию из двух оставшихся. Собственно, получается у нас матч из четырех партий, ну и, собственно, ждем от вас красивой борьбы. Всего этого можно сделать, что наиболее выгодно проиграть Орданку. Почему? Потому что именно тому, кто проиграет Орданку, предоставится возможность отсечь в итоге самую неприятную позицию, насколько я понимаю. Да, да, согласен. Но тому, кто выиграет, может предоставиться возможность сыграть самую приятную позицию. В общем, будем составлять мои позиции креативно. Вы можете также присылать свои идеи, свои варианты. Мы с удовольствием их все выслушаем. Ну, на этом всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ждем ваших заявок. С нетерпением. Спасибо. Спасибо. Спасибо.